Огонь, вода и медные трубы. Всё это прошёл подмосковный предприниматель. Сначала у Алексея Десятого хотели отнять бизнес, а потом и всех его шестерых детей. Катастрофа случилась в Масленичную неделю. Причём торгует предприниматель, по горькой иронии судьбы, именно блинами. Беда, как известно, не приходит одна. Так и на Алексея обрушилось всё и сразу. Начало Масленицы мужчина встретил в буквальном смысле слова в боях за блины. Его палатку-пекарню атаковали в самый разгар праздничной недели. Эвакуатор подъехал без объявления войны. Впервые о том, что его киоск собираются сносить, Алексей узнал ночью. Причина – проблемы с документами. Как гром среди ясного неба. Естественно, мы вскочили все в 4 часа утра. Время, конечно, выбрано реально подходящее для того, чтобы эвакуировать объект с живыми людьми. Первую атаку помогла отбить милиция. Она не нашла у блинщика проблем с документами. Но утром эвакуатор всё-таки приехал. Незговорчивых заперли внутри и начали эвакуировать вместе с палаткой. Вы кто такие? Я в шоке. Вообще, куда будет? Снос удалось остановить. И на этот раз сценарий повторился. Тогда атакующая сторона решила зайти с тыла. На следующий день в дверь квартиры Алексея позвонили. На пороге стояли специалисты из органов опеки. Им поступил сигнал, что 6 детей бизнесмена живут в ужасных условиях. К такому удару многодетная семья была не готова. Это нужно, чтобы у моей жены молоко кончилось, у многодетной матери кончилось молоко от нервов. У меня, она говорит, и за 3 дня посидел там на 50%. Я посидел. Они сами пришли, посмотрели. Ну, поначалу как бы так были настроены не особо так доброжелательно. А потом уже когда посмотрели, что всё хорошо, с детьми всё нормально уже. Ну, написали, всё хорошо. И тут бы чиновникам сдаться и оставить в покое предпринимателя. Но нет. На третий день боёв в 10 вечера эвакуатор привёз новую палатку и поставил её прямо перед ларьком Алексея на проезжую часть. Загородив таким образом и торговлю, и проезд. Из трагедии ситуация превратилась в комедию, смеётся предприниматель. И обещает бороться до конца. Александра Волкова, Денис Островский, Роман Паршинцев, Сергей Сланов и Радик Зарипов. Специально для 8 класса.